Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. От чтения Божественного Писания можно получать немалую и ненезначительную пользу. Оно предлагается всем беспрепятственно, и всякий желающий может извлекать из него свойственное удручающее его страсти врачевство и получать скорое исцеление. Только бы не отвергал целительного врачества, но принимал с благодарностью. Действительно, из всех недугов, обременяющих человеческую природу, нет ни одной болезни, ни душевной, ни телесной, которая не могла бы получить врачества из Писания. Так, например, приходит ли кто в церковь, угнетаемой печальными обстоятельствами житейскими, от которых он предается унынию, и тотчас услышав слова пророка, «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, спасителя моего и Бога моего». Он получает достаточное утешение и уходит отсюда, совершенно свободный от уныния. Другой скорбит и печалится, будучи обременяемым крайнею бедностью, и видя, как другие окружены богатством, пышностью и великолепием. Но и он слышит опять слова того же пророка. Псалом 54, 23. «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику». И в другом месте «Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается, ибо, умирая, не возьмет ничего, не пойдет за ним слава его». Иной унывает, претерпевая от других оскорбления и клеветы, и считает жизнь свою невыносимую, потому что не может ниоткуда получить человеческой помощи. Но этот научается тем же блаженным пророкам не прибегать в подобных обстоятельствах к человеческой помощи, ибо слышит слова сего пророка. Псалом 184. «За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь». Видишь, где он ищет помощи? Другие говорят, строят козни, клеветы, иноветы, а я прибегаю к несокрушимой стене, к благонадежному якорю, к безмятежной пристани, к молитве, посредством которой все трудное для меня делается легким и удобным. Иной опять терпит пренебрежение и презрение от тех, которые прежде угождали ему, оставляются друзьями. И это крайне огорчает и возмущает душу его. Но и он, если захочет прийти сюда, услышит слова того же блаженного. «Друзья мои и искренне отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали, ищущие души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели душ моей, и замышляют всякий день козни». Видишь ли, враги Давида простирали козни свои до самой смерти и объявили ему непрерывную борьбу. Басова «весь день» означает то же, что во всю жизнь. Что же делал Давид, когда они строили такие козни против него? Он говорит, «Я, как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст своих, и стал я, как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа». Видишь великую силу любомудрия? «Как он побеждает врагов противными средствами? Враги строили козни, а он заграждал и слух свой, чтобы вовсе и не слышать. Те ни на минуту не переставали изочирять язык и говорить клевету и лесть, а он молчанием укращал их неистовство. Почему же так он вел себя? Почему в то время, когда враги столь ухитрялись против него, он поступал так, как будто был глухой и безгласный? Не имел ни слуха, ни языка. Послушай, какой он сам представляет причину такого любомудрия. «Ибо на тебя, Господи, уповаю я. Так как я, говорит, на тебя возложил всю свою надежду, то нисколько не заботишь о том, что делают враги. Ибо твоя сила может рассеять все, уничтожить все их козни и хитрости, и не попустить замыслом их прийти в исполнение». Видели вы, как можно в Писании получить врачевство соответственно каждому бедствию, постигающему человеческую природу, отринуть всякую скорбь житейскую и не сокрушаться ни от каких обстоятельств. «Посему, прошу вас, чаще приходите сюда, внимательно слушайте чтение Божественного Писания, и не только когда бываете здесь, но и дома берите в руки священные книги и с усердием извлекайте из них пользу для себя, ибо великая происходит от них польза. Во-первых, от чтения просвещается ум, потом и душа окреляется и делается возвышенную, будучи озаряемо светом солнца правды, освобождаясь в это время от нечистоты порочных помыслов и наслаждаясь великим миром и спокойствием. Что телесная пища для поддержания наших сил тоже и чтение Писания для души, оно и духовная пища, которая укрепляет ум и делает душу сильную, мужественную и мудрую, не позволяет ей увлекаться неразумными страстями, напротив, еще облегчает полет ее и возносит ее на самое небо. Не будем же, прошу, не родить о такой пользе, но станем и дома заниматься внимательным чтением Божественного Писания и пришедшим в церковь не тратить время на пустые бесполезные разговоры, но для чего пришли на то и обращать все наше внимание и слушать читаемое, чтобы выйти отсюда с каким-нибудь приобретением. Аминь. Аминь.